Готовы? Ну все, наконец, начинаем. Технические вопросы решены. Итак, начинаем, когда заседание... Значит, весь совет в составе. Председатель Диа Дворкович Александр Викторович, заместитель председателя Степанова Сергея Николаевича на месте. Вселенной Совета, Учарява Евгений Андреевич, Кузнецов Николай Александрович, Мальцев Александр Александрович и Круг Евгений Еврамович. Итак, мы сегодня слушаем работу Белогаева Андрея Александровича «Разработка и исследование методов обеспечения заданного качества обслуживания трафика в сетях интеллектуальных транспортных систем». Диссертация представлена на соискании ученой степени и кандидат технических наук по специальности 05.12.13 «Система, сети и устройство телекоммуникации». Ведущая организация – Институт вычислительной математики и математической геофизики сибирского отделения Российской Академии наук. Научный руководитель Красиво Артем Николаевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории методов анализа и синтеза сетевых протоколов Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии наук. Итак, я передаю слово ученому секретарю для оглашения сведений о диссертанте. Итак, соискателям были предоставлены следующие документы. Диссертация, опубликованная 20 октября 2020 года, была проведена проверка на текстовые заимствования. Автореферат, опубликован 20 октября 2020 года, отзыв научного руководителя от Красивого Артема Николаевича, кандидата технических наук, старшего научного сотрудника лаборатории методов анализа и синтеза сетевых протоколов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии наук. Далее, заключение организации, где проводилась апробация. Это Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет. Также имеются отзывы. Отзыв первый от Тюрликова Андрея Михайловича, доктора технических наук, профессора, директора Института информационных систем защиты информации, Федерального государственно-автономного образовательного учреждения высшего образования, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Второй отзыв от Ляшева Владимира Александровича, кандидата технических наук, руководителя лаборатории алгоритмов беспроводной передачи данных ООО техкопания Huawei. Также имеется акт об использовании от Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет. Также имеется акт об внедрении от Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем передачи информации Михайловича Российской академии наук. Диплом магистра от Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет. А сданы кандидатские экзамены. Иностранный язык отличен. История и философия науки Технические науки Отлично Системы, сети и устройства телекоммуникаций Отлично Документы были предоставлены и опубликованы на сайте МФТИ в срок и соответствуют требованиям положения о присуждении ученых степеней кандидата наук, доктора наук в МФТИ Белогаев Андрей Александрович принят в защите протокола Протокол голосования экспертного совета по техническим наукам аттестационной комиссии МФТИ Номер Т 2020 дробь 14 от 20 октября 2020 года Также на сайте опубликованы письменные заключения по содержанию диссертации которые были подготовлены членами диссертационного совета Отзыв первый от Дарковича Александра Викторовича председателя диссертационного совета доктора технических наук члена корреспондента РАН и главного научного сотрудника заведующего лабораторией мультимедийных систем и технологий Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт Национальный исследовательский университет Второй отзыв от Степанова Сергея Николаевича доктора технических наук профессора заведующего кафедры связи и системы коммутации Московского технического университета связи и информатики МТУСИ Далее третий отзыв от Кузнецова Николая Александровича доктора технических наук академика РАН советника РАН Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники имени Котельникова Российской академии наук И.Р. Котельникова РАН Четвертый отзыв от Кучелевого Евгения Андреевича доктора технических наук доцента профессора школы бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента Национального исследовательского университета Высшая школа экономики НИУФШ Пятый отзыв от Мальцева Александра Александровича доктора физико-математических наук Профессора заведующего кафедрой статистической радиофизики и мобильных систем связи радиофизического факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет И.Н.Бачевского ННГУ И.Шестой отзыв от Круг Евгения Аврамовича доктора технических наук Профессора и исполняющего обязанности директора научного руководителя Московского института электроники и математики имени Тихонова Национального исследовательского университета Высшая школа экономики МИЭМ НИУФШ Итак, мы теперь просим изложить соискателя основные результаты его работы и просим уложиться в 20 минут Удачи! Добрый день! Позвольте представить вам мою диссертационную работу Расработка и исследование методов обеспечения заданного качества обслуживания трафика в сетях интеллектуальных транспортных систем Объектом исследования моей диссертационной работы являются сети интеллектуальных транспортных систем В последние годы интеллектуальные транспортные системы привлекают все больше внимания Их использование дает множество преимуществ связанных с повышением безопасности на дорогах и внедрением новых технологий таких как, например, автономный автомобиль Сеть интеллектуальных транспортных систем состоит из следующих основных узлов Это мобильные узлы, например, автомобили Узлы сетевой инфраструктуры, это придорожные модули и базовые станции А также вычислительные серверы, позволяющие выполнять удаленные вычисления На узлах сети установлены различные приложения называемые V2X-приложениями с помощью которых осуществляется, например, управление транспортными колоннами безопасный проезд перекрестков и управление различными маневрами, такими как, например, перестроение В процессе работы эти приложения осуществляют периодический обмен информацией так как, например, кальзинатой скорости автомобилей информация о планируемых маршрутах и другой Генерация сообщений и рассылка их, содержащих эту информацию должна осуществляться таким образом, чтобы все сетевые узлы заданные вероятностью имели полную и актуальную информацию как минимум о ближайших соседних узлах Поскольку число автомобилей на дорогах неуклонно растет, а объем ресурсов беспроводного канала ограничен, то возникает задача исследования методов рассылки информации и разработки алгоритмов выбора таких их параметров которые позволяют минимизировать объем рассылаемой информации при обеспечении актуальности ее на соседних узлах Кроме того, приложение генерирует различного рода вычислительные задачи связанные с расчетом траектории движения автомобилей Чтобы обеспечить выполнение задач приложения за заданное время могут использоваться вычислительные серверы, расположенные в сети радиодоступа на придорожных модулях и базовых станциях в гидре сети оператора и облачные серверы в сети интернет Поскольку расходы на обслуживание серверов несет оператор сети то возникает важная задача распределения вычислительной нагрузки между серверами для минимизации расходов оператора при обеспечении требований приложения качества обслуживания В диссертационной работе рассматриваются два известных в литературе метода рассылки информации метод последовательных обновлений и метод групповой рассылки На слайде представлены некоторые работы, в которых исследуются эти методы Однако эти работы имеют ряд существенных недостатков ключевым из которых является отсутствие адекватных математических моделей для оценки их производительности и выбора оптимальных параметров Таким образом, задача исследования методов рассылки и разработки их математических моделей является актуальной В последние годы задачи распределения вычислительной нагрузки между серверами в сетях интеллектуальных транспортных систем посвящено множеству работ часть из которых представлена на данном слайде В первой клаве диссертационной работы мной был проведен детальный обзор литературы который выявил ряд недостатков существующих алгоритмов Так, например, многие алгоритмы не учитывают, что распределение времени выполнения задач на сервере может быть произвольным Поэтому актуальной является задача разработки алгоритма, лишенного перечисленных недостатков Таким образом, целью диссертационной работы является обеспечение заданного качества обслуживания трафика V2X-приложений в сетях интеллектуальных транспортных систем путем выбора параметров методов рассылки информации и распределения вычислительной нагрузки между серверами Для достижения поставленной цели в диссертации ставятся три задачи, перечисленные на данном слайде В первой главе диссертации рассматривается задача разработки математической модели для метода последовательных обновлений Для удобства изложения введем следующую терминологию Каждый узел сети рассылается с этим узлом сообщения, содержащий информацию о его параметрах Информацию о каждом параметре будем называть информационным элементом А интервал между двумя последовательными отправками сообщений будем называть интервалом рассылки Если появляется новая информация о каком-то параметре, то будем говорить, что был добавлен новый информационный элемент А если информация о каком-либо параметре устаревает, то будем говорить, что информационный элемент был удален Метод последовательных обновлений заключается в том, что узел сети периодически отправляет полные сообщения, содержащие информацию обо всех информационных элементах а между ними отправляет обновления, содержащие изменения, произошедшие с момента отправки предыдущего сообщения. Пусть период рассылки полных сообщений составляет n интервалов рассылки. Вероятность актуальности информации, рассылаемой узлом, определяется как вероятность того, что все соседние с этим узлом узлы имеют актуальную и полную информацию обо всех рассылаемых им информационных элементах. Соседними считаются узлы, которые находятся в его зоне радиовидимости. При этом, если в его зоне радиовидимости нет других узлов, то предполагается, что рассылаемая информация является актуальной. Рассмотрим пару узлов А и В. Когда узел В появляется в зоне радиовидимости узла А, то информация на нем является неактуальной в течение начального этапа до момента успешного получения первого полного сообщения. Далее, при потере любого сообщения информация перестает быть актуальной до момента успешной… Андрей, нам надо прерваться. А, я просто не понимаю, мне показывают. Продолжи. Хорошо. В случае потери любого сообщения информация перестает быть актуальной до момента успешного получения полного сообщения. Обозначим среднюю длительность интервалов, когда узлы находятся внутри и вне зоны радиовидимости, как гамма-он и гамма-ов соответственно. В диссертационной работе для моделирования метода последовательных обновлений рассматривается сеть из M мобильных узлов, каждая из которых рассылает информацию о не более чем R большой информационных элементах. Число новых информационных элементов, добавляемых в течение интервала рассылки, имеет распределение по ассона с параметром λ, а время жизни каждого информационного элемента имеет экспоненциальное распределение со средним единицей на μ. Чтобы повысить вероятность успешной доставки сообщений, узлы используют механизм безусловных попыток передачи, который заключается в том, что каждый узел рассылает nf-копии каждого полного сообщения и nd-копии каждого обновления. Разрабатываемая в диссертационной работе математическая модель строится в следующих предположениях. В среднее время жизни информационных элементов много больше длительности интервала рассылки. Величины γ-on и γ-off много больше периода рассылки полных сообщений. Также предполагается, что вероятность потери сообщений зависит только от его размера. Кроме того, предполагается, что узлы перемещаются и декодируют сообщения независимо друг от друга. Математическая модель позволяет оценить средний объем рассылаемой каждым узлом информации V и вероятность актуальности информации на соседних узлах PA. Работа метода последовательных обновлений моделируется цепью Марковых с дискретным временем, состояние которой описывается числом информационных элементов, хранимых на узле в начале интервала рассылки, а единицей времени является интервал рассылки. В диссертационной работе найдены переходные вероятности цепи и стационарное распределение, с помощью которых получены следующие выражения для оценки среднего объема рассылаемой информации из интервала рассылки и вероятности актуальности информации на всех соседних узлах. В диссертационной работе также рассмотрен асимптотический случай, когда узлы работают в насыщении, то есть при высоких значениях лям. В этом случае для среднего объема рассылки и вероятности актуальности получены явные выражения, не требующие вычисления стационарных вероятностей цепи Маркова, что существенно снижает вычислительную сложность модели. На основе разработанной модели предлагается следующий алгоритм выбора параметров метода последовательных обновлений, а именно периоды рассылки полных сообщений N большое и количество повторных попыток передач NF и ND. На первом шаге алгоритм находит максимальное значение N максимальное с учетом ограничения на вероятность актуальности P. Далее с помощью полного перебора находится такая тройка параметров, которая удовлетворяет ограничению и при этом обеспечивает минимальный объем рассылки. Перейдем к численным результатам. На слайде представлены графики зависимости среднего объема рассылки и вероятности актуальности в зависимости от числа узлов M. Скорость движения узлов варьируется от 5 метров в секунду до 15 метров в секунду. Эффективность выбора параметров, согласно предложенному алгоритму, исследуется в сравнении с фиксированным выбором параметров. Из графиков видно, что фиксированный выбор параметров либо не позволяет выполнить ограничения на вероятность актуальности, либо приводит к высокому объему рассылаемой информации. Разработанный адаптивный алгоритм позволяет удовлетворить ограничения на вероятность актуальности, при этом значительно снижает объем рассылаемой информации. Таким образом, во второй главе диссертации разработана математическая модель метода последовательных обновлений, позволяющая оценить средний объем рассылаемой информации и вероятность ее актуальности на соседних узлах. С использованием разработанной модели предложен алгоритм выбора параметров метода последовательных обновлений, позволяющий снизить объем рассылки при выполнении ограничения на вероятность актуальности. В третьей главе диссертации решается задача разработки математической модели метода групповой рассылки. Метод групповой рассылки заключается в том, что каждый узел сети разбивает все информационные элементы на несколько групп и отправляет информацию только о тех группах, в которых произошли изменения. Каждый интервал рассылки узлы отправляют в битовую маску групп, в которой единица соответствует группам с информационными элементами, а ноль соответствует пустым группам. Помимо битовой маски, узлы отправляют информацию о тех группах, в которые были добавлены информационные элементы в текущем интервале рассылки, при этом соответствующий бит изменяется с нуля на единицу. Также узлы разрылают порядковый номер SN от английского sequence number, при увеличении которого информационные элементы заново перераспределяются по группам и рассылается полное сообщение, созирающее информацию обо всех информационных элементах. При данном SN группы могут быть в одном из трех состояний. Пустая группа, полная и заблокированная. Переходы между состояниями осуществляются согласно представленной на слайде диаграмме. При добавлении информационных элементов в пустую группу она становится полной. Далее при удалении информационных элементов из этой группы она становится заблокированной. При данном SN в заблокированную группу нельзя добавлять информационные элементы, поскольку это может привести к неоднозначности при определении состава групп. В диссертационной работе рассматривается класс алгоритмов управления группами, поддерживающие заданное число k групп с информационными элементами. Параметром этого алгоритма является число k, а также вектор r, задающий разбиение информационных элементов по этим группам. Для моделирования рассматриваются сценарии, параметры которого аналогичны параметрам сценария для метода последовательных обновлений и представлены на данном слайде. Модель строится в следующих предположениях. В среднее время жизни информационных элементов много больше интервала рассылки. Узел работает на насыщении, то есть при высоких значениях интенсивности поступления новых информационных элементов лямбда. А также предполагается, что вероятность неуспешной доставки сообщений пренебрежимо мала. Модель позволяет оценить средний объем информации, рассылаемый узлом за интервал рассылки. Работа алгоритма управления группами моделируется цепью Марковых дискретным временем, состояние которой описывается числом g и пустых групп в начале интервала рассылки, а единицей времени является интервал рассылки. С помощью разработанной модели в диссертационной работе получено следующее выражение для оценки среднего объема рассылаемой информации. Кроме того, в диссертационной работе доказана следующая теорема. При выполнении перечисленных на слайде условий объем рассылки достигает минимума при значении k, определяемом согласно следующей формуле, которая зависит только от общего числа групп g. С помощью имитационного моделирования была проверена гипотеза о том, что выбор параметров согласно этой теореме позволяет достичь объема рассылки близкого к минимальному и в случае, когда часть условий теоремы не выполняется. На данном слайде представлены графики, показывающие зависимость среднего объема рассылки от величины μ в случае, когда узел работает на насыщении, а число информационных элементов не превышает 100. Кривая равномерное разбиение соответствует объему рассылки при оптимальном значении k, найденном с помощью аналитической модели при равномерном разбиении информационных элементов по группам. А кривая полный перебор соответствует объему рассылки при оптимальных значениях k и вектора r, найденных полным перебором. Из приведенного графика видно, что разбиение информационных элементов равномерно по группам позволяет достичь объема рассылки близкого к минимальному в широком диапазоне значений μ. На данном слайде приведены результаты, полученные в условиях, когда и μ, и λ являются конечными. Для каждого значения с помощью имитационного моделирования полным перебором было найдено оптимальное значение k, минимизирующей объем рассылки. Это соответствует кривой sim-opt. Также на этих графиках показаны результаты, когда k выбирается согласно аналитической модели в предположении большого λ, это k равно k, и с помощью теоремы, согласно которой k нужно выбирать равным 8 или 9 при общем количестве групп равном 16. Можно видеть, что выбор k согласно теореме позволяет обеспечить объем рассылки близкий к минимальному в широком диапазоне значений λ. Таким образом, в третьей главе диссертации разработана математическая модель, рассматриваемого алгоритм управления группами для метода групповой рассылки, позволяющей оценить средний объем рассылаемой информации. Кроме того, предложен простой метод выбора параметров алгоритма, позволяющий достичь объема рассылки близкого к минимальному, и дано его теоретическое обоснование. В четвертой главе диссертации решается задача разработки алгоритма распределения вычислительной нагрузки между серверами. Сеть интеллектуальной транспортной системы моделируется с помощью графа, в котором на узле i могут генерироваться задачи различных типов f, для которых определены ограничения на полное время выполнения задач df. Поток задач типа f, генерируемых узлом i, моделируется потоком Пуассона интенсивности σ и f. На некотором подмножестве узлов установлены вычислительные серверы, производительность сервера k равна μкатэ. Распределение потоков задач по серверам определяется бинарной величиной z, которая равна единице в случае, если поток задач σ и f выполняется на сервере k. Бинарная величина y равна единице в случае, если сервер используется для вычислений, то есть на нем выполняется хотя бы один поток задач. Предполагается, что расходы оператора на обслуживание сервера линейно зависят от его суммарной нагрузки. Ставится математическая постановка в виде следующей задачи оптимизации. Минимизируется суммарный объем расходов оператора на обслуживание всех серверов при следующих ограничениях. Первое ограничение соответствует тому, что сервер используется только если на нем считается хотя бы одна задача. Второе ограничение соответствует тому, что для каждого потока задач типа F, геевируемого узлом E, используется только один сервер. Третье ограничение соответствует тому, что суммарная нагрузка на сервер не должна превышать его производительность и мюката. И, наконец, четвертое ограничение соответствует тому, что ограничение на задержку должно быть выполнено заданной вероятностью Q. Рассмотрим это ограничение более подробно. В диссертации показано, что при заданном распределении времени выполнения задачи на сервере со средним мюкатой и коэффициентом вариации cката, можно оценить Q-квантиль полной задержки выполнения задачи согласно следующему выражению. Заметим, что переменная оптимизация z в этом выражении находится в знаменателе, что приводит к тому, что задача оптимизации является нелинейной. В диссертации предложен метод ее линейризации, основанный на замене переменных, и уже полученная линейризованная задача может быть решена классическими методами линейного случительного программирования. Поскольку эти методы обладают высокой сложности и в случае большого числа узлов и потоков задач в сети неприменимы, диссертация предлагает серверистический алгоритм чата, основанный на жаднем подходе. Он является итеративным, и каждая итерация состоит из следующих шагов. На первом шаге для каждого сервера выбирается множество потоков задач, которые могут быть на нем выполнены без нарушения ограничений на задержку. Далее выбирается сервер с минимальным значением расходов в расчете на одну задачу, после чего этот сервер и задачи, которые ему соответствуют, исключаются из-за рассмотрения, и алгоритм возвращается к первому шагу. Алгоритм заканчивает работу тогда, когда множество нераспределенных потоков задач окажется пустым. На данном слайде представлены численные результаты для сценария, в котором узлы размещены в квадратной решетке. Интенсивность генерации задач σ и f зависит от коэффициента загруженности дорог С, который изменяется от нуля до единицы. В качестве примера функции расходов оператора было рассмотрено суммарное энергопотребление всех серверов. Как видно из графиков, евристический алгоритм позволяет до шести порядков снизить время нахождение решения и при этом обеспечивает энергопотребление, близкое к найденному путем прямого решения задачи согласительного программирования. Также в диссертации было проведено сравнение разработанного алгоритма с существующими в литературе в различных сценариях. На слайде представлены результаты для сценария, в котором рассматриваются небольшое участок города Москвы, можно видеть, что предложенный в диссертации алгоритм позволяет до двух раз снизить энергопотребление серверов. Если перевести экономию энергии на масштаб крупного мегаполиса в расчете на один год, то можно увидеть, что экономия составит порядка миллиона киловатт-часов. Таким образом, в четвертой главе диссертации дана математическая постановка задачи распределения вычислительной нагрузки между серверами в виде задачи оптимизации и предложен метод сведения ее к задаче линейного злоочисленного программирования. Разработан евристический алгоритм, позволяющий достичь расходов оператора, близких к минимальным, до двух раз снизить расходы оператора по сравнению с известными в литературе алгоритмами при выполнении требований к качеству обслуживания. Полученные в диссертационной работе результаты используются в научно-исследовательской работе, выполняемой IP-RUN по двум проектам, а также в учебном процессе на кафедре МФТИ при IP-RUN. Кроме того, результаты работы могут быть использованы для реализации устройств, а также развертывания и настройки сетей интеллектуальных транспортных систем. На данном слайде представлены положения, выносимые на защиту. Разработанная математическая модель процессора ссылки информации в V2X-приложении методом последовательных обновлений, учитывает наличие помех в канале и позволяет оценить средний объем рассылаемой информации и вероятность ее актуальности на соседних узлах. Разработанная математическая модель процессора ссылки информации в V2X-приложении с помощью алгоритма управления группами, поддерживающего заданное количество групп, позволяет оценить средний объем рассылаемой информации. Разработанный алгоритм распределения вычислительной нагрузки между серверами позволяет до двух раз снизить расходы оператора на обслуживание вычислительной инфраструктуры по сравнению с рассмотренной диссертацией с существующими алгоритмами при выполнении требований качества обслуживания, предъявляемых V2X-приложением. Результаты диссертационной работы опубликованы в 11 научных работах, в том числе три работы опубликованы в рецензируемых журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus, один из которых входит в первый квартир по импакт-фактору в Web of Science. Три работы опубликованы в трудах международных конференций и еще пять работ в трудах всероссийских конференций. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Теперь можно перейти к вопросам и замечаниям, которые поступили на работу. Я так понимаю, что у вас есть список, и, соответственно, вы можете их, я думаю, если никто не против, зачитать и последовательно отвечать. Пожалуйста. Я предлагаю послушать ответы. Ну и если по ходу будут... Если есть сейчас дополнительные вопросы, я думаю, что имеет смысл вообще вопросы задать дополнительные после ответов, может быть, они отпадут. Ну или, значит, по мере того, как соискатель будет отвечать, если будут возникать дополнительные сопроводительные вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Все, давайте приступаем. Первое замечание от Дурковича Александра Викторовича. Для сценария Манхэттен, в котором исследуется алгоритм распределения нагрузки, отсутствует информация о том, как расставлены базовые станции. Для сценария Москва, напротив, в тексте отсутствует информация о том, по какому принципу расставлены придорожные модули. С замечанием согласен. В сценарии Манхэттен базовые станции расположены в треугольной решетке с шагом 600 метров. В сценарии Москва придорожные модули расставлены равномерно вдоль выделенных на рисунке дорог с шагом 200 метров. Модель мобильности, нарисованная на странице 48 на рисунке 2.2 схематично, представляется не очень реалистичной. Для исследования эффективности предложенного алгоритма выбора параметров использовалась одна из классических моделей мобильности, известной в литературе как Random Direction. В дальнейшем исследование может быть расширено для случая других моделей мобильности. Если можно, я хочу пояснить, чем вызван вопрос. И, соответственно, все-таки в данном случае та модель, которую вы рассматриваете, она не совсем подходит для автомобильного движения. Все-таки там произвольное движение в некоторой площади осуществляется. Все-таки движение автомобилей на это не очень похоже. Именно поэтому я и написал про то, что она нереалистична. В качестве первичного подхода, ну да, можно использовать, видимо, эту модель. Но в дальнейшем надо как-то, видимо, будет ее модифицировать. Да, я согласен с вами. Вот фокус первичного исследования, который в диссертационной работе, он был направлен на исследование алгоритмов рассылки информации и взята классическая модель, которая используется, например, для многошаковых сетей. В дальнейшем планируется действительно расширить это исследование. На странице 55 в разделе 3.1 дано повторное описание состояния группы, приведенное в разделе 1.2.3. Замечанием согласен. В каких единицах представлена величина по вертикали, объем рассылки на рисунках 3.6, 3.8 и 3.12? На указанных рисунках средний объем рассылки представлен в числе информационных элементов. Насколько оправдано такое моделирование на странице 77? При этом соединения, связывающие придорожные модули и базовые станции с удаленными серверами в ядре сети или в интернете будем моделировать виртуальными соединениями с фиксированной задержкой. Для передачи данных до удаленных серверов оператор сети интеллектуальной транспортной системы может использовать выделенные магистральные линии связи. Кроме того, в диссертационной работе предполагается, что трафик VitaX-приложения имеет наивысший приоритет. С CSS-м предполагается, что задержка до удаленных серверов незначительно изменяется со временем, и в качестве значения задержки можно рассматривать ее верхнюю границу. Александр Викторович, имеются ли какие-то замечания к ответу соискателя? Ну, хорошо, понятно. Тогда можно к следующему. Сейчас еще купи вопросов. Замечания от Степанова Сергея Николаевича. Некоторые обозначения в формулах при описании математической модели метода последовательных обновлений выбраны неудачно. Например, PF обозначает как вероятность того, что на узле появилось F информационных элементов за слот, так и вероятность того, что было потеряно полное сообщение. С замечанием согласен. На рисунке 4.3 снизу присутствует лишняя горизонтальная линия. С замечанием согласен. Для решения задач линейного слоочисленного программирования в главе 4 используется метод ветвей отсечений. Неясно, с чем связан выбор данного метода и существуют ли более эффективные методы решения этой задачи с точки зрения вычислительной сложности. Метод ветвей отсечений является одним из наиболее популярных методов комбинаторной оптимизации для решения задач линейного слоочисленного программирования. Его некоммерческая реализация, созданная в рамках проекта Computational Infrastructure for Operations Research, легко доступна и может напрямую использовать в библиотеке PALP языка программирования Python. Также было проведено сравнение эффективности использования метода с другим, реализованным в рамках NuLinearProgrammingKit и также доступным в библиотеке PALP. Однако увеличение эффективности с точки зрения времени поиска решения не было выявлено. Спасибо. Сергей Николаевич, есть ли у вас какие-то замечания, вопросы? Нет, замечаний нет, согласен с ответом. Да, спасибо. Потом можно двигаться дальше. Замечания от Кузнецова Николая Александровича. На странице 61 при рассмотрении случаев для определения вероятности перехода в цепи Маркова случаи 1 и 2 можно не разделять, так как случаи 2 сводятся к случаю 1 при x, равном 0. С замечанием согласен, случай x, равный 0, рассмотрен отдельно для удобства изложения. На рисунках 3.6 и 3.12 горизонтальная ось ненормирована на максимальное число информационных элементов R, что затрудняет анализ полученных результатов. Рекомендуется провести нормировку, как это сделано на рисунке 2.3. С замечанием согласен, нормировка пропорциональна изменить значение горизонтальной оси, при этом выводы, полученные из графиков, не изменятся. Да, спасибо. Уважаемый Николай Александрович, есть ли какие-либо замечания? Нет, замечаний нет. Хорошо, спасибо. Замечания от Кучерявого Евгения Андреевича. В некоторых случаях терминология, используемая в диссертационной работе, не является устоявшейся и общепринятой в русскоязычном научном сообществе. Например, содержание столбца приложения в таблице 1.1 является переводом названий и спецификации 3GPP. Чтобы избежать неправильного толкования, следовало указать рядом английское название. Аналогичное замечание касается терминопредорожный модуль. С замечанием согласен. При решении задачи назначения серверов вычислительным задачам, при подсчете времени выполнения задач не учитываются возможные отказы серверов, из-за которых задач необходимо назначить новый сервер. С замечанием согласен. Предполагается, что вероятность отказа серверов пренебрежимо мала. В случае отказа сервера, задачу распределения нагрузки между оставшимися серверами можно решить с помощью предложенного в диссертационной работе алгоритма. Чтобы уменьшить задержку принятия решений о перераспределении нагрузки, можно заранее решить задачу для всех подножия серверов, исключающих из всего множества серверов один сервер. В главе 3 термин распределения для обозначения вектора r, согласно которому информационные элементы разбиваются по группам, вводит заблуждение, так как ассоциируется с распределением случайной величины. Термин разбиения из теории множеств является более подходящим. С замечанием согласен. Да, спасибо. Уважаемый Евгений Андреевич, есть ли у вас какие-либо замечания? Дополнительных замечаний нет. Спасибо большое. Спасибо. Далее можно. Замечания от Мальцева Александра Александровича. На рисунках 2.3 и 2.4 на подписи касси для степени актуальности используется буквенное обозначение PA без черты, тогда как в диссертационной работе и в представленных формулах для обозначения степени актуальности информации на соседних узлах используется обозначение PA с чертой. С замечанием согласен, допущена опечатка. Имитационное моделирование для исследований выслительной сложности алгоритма чат приводится только в одном сценарии. С замечанием согласен. В диссертационной работе приведена верхняя оценка сложности разработанного алгоритма, а также с помощью имитационного моделирования в одном сценарии построена зависимость времени работы алгоритма чат от размерности сценария. Имитационное моделирование было также проведено и для других сценариев, однако эти результаты не были включены в диссертационную работу, поскольку для всех сценариев характер зависимости времени работы алгоритма от числа узлов, аналогично приведенному в диссертации. Спасибо. Уважаемый Александр Александрович, есть ли у вас какие-то замечания? Нет, дополнительных нет. Хорошо, спасибо. Можем далее. Замечания от круг Евгения Аврамовича. Оценка объема рассылки в главах 2 и 3 осуществляется в разных единицах. В главе 2 оценка проводится в байтах, тогда как в главе 3 в информационных элементах. С замечанием согласен. При решении задачи распределения вычислительной нагрузки между серверами не моделируется процесс передачи данных по беспроводному каналу, например, в виде некоторого распределения времени доставки сообщений. С замечанием согласен. В диссертационной работе предлагается уменьшить суммарное ограничение на задержку на заданную величину, которая может соответствовать квантилю высокого порядка распределения времени передачи по беспроводному каналу. На странице 89 в формуле для номера сервера с минимальным значением расходов оператора вращательную задачу допущена опечатка. Вместо s-катова в числителе должно быть c-ката. С замечанием согласен. Представленные в диссертационной работе результаты получены с использованием правильной формулы. Да, спасибо. Уважаемый Евгений Аврамович, есть ли у вас какие-либо замечания? Дополнительных замечаний нет. Хорошо, спасибо. Можно далее. Далее замечания из отзывов на диссертацию. Первое замечание от Ляшева Владимира Александровича. В разделе 3.1 приведено описание алгоритма управления группами только для случая равномерного распределения информационных элементов по группам. С замечанием согласен. Работа алгоритма для случая неравномерного распределения аналогична работе алгоритма, описанной в диссертационной работе для случая равномерного распределения. При этом информационные элементы разбиваются на группы в соответствии с заданным распределением. Разработанная математическая модель учитывает, что распределение информационных элементов по группам может быть неравномерным. При описании математической постановки задачи распределение вычислительной нагрузки между серверами в разделе 4.1 термин «время выполнения задачи» в некоторых случаях подразумевает учет времени передачи информации о задаче по сети и ожидание времени выполнения в очереди на сервере, так как в других имеется в виду только время выполнения задачи на сервере. С замечанием согласен. В работе информативно прописаны аспекты, влияющие на задержку обработки запроса, но почти полностью проигнорированы второй важный аспект URLC протокола – надежность. Протокол URLC от английского Ultra Reliable Low Latency Communications, осуществляющий сверхнадежную передачу данных с низкой задержкой, не является объектом исследования диссертационной работы. В качестве критерия надежности передачи данных в диссертационной работе при исследовании рассылки информации в сетях интеллектуальных транспортных систем выступает вероятность актуальности рассылаемой информации. Предложенный в диссертационной работе алгоритм выбора параметров метода последовательных обновлений позволяет снизить объем рассылаемой информации при обеспечении заданной вероятности актуальности этой информации на соседних узлах. Далее замечание от Тюрликова Андрея Михайловича. Математическая модель рассылки информации при использовании метода групповой рассылки разработана только для случая, когда узел работает в насыщении. С замечанием согласен, в диссертационной работе случай конечной нагрузки исследован с помощью имитационного моделирования. И показано, что предложенный алгоритм выбора параметров рассылки на основе разработанной математической модели позволяет достичь объема рассылки близкого к минимальному. При решении задачи распределения вычислительной нагрузки между серверами не рассматривается вопрос устойчивости к отказам серверов. С замечанием согласен, предполагается, что вероятность отказа серверов пренебрежимо мала. На рисунке 4.1 диссертации приведены аббревиатуры ММЕ, СГВ и ПГВ, но в тексте диссертации они не расшифрованы. С замечанием согласен. Аббревиатуры расшифровываются как Mobility Management Entity, Serving Gateway и Packet Data Network Gateway соответственно. Перечисленные объекты не являются объектом исследования диссертационной работы, используемой на рисунке для обозначения узлов кедра сети оператора. Далее замечания от ведущей организации Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук. В диссертационной работе вводится понятие слот для периода рассылки сообщений, что конфликтует с понятием слота, принятым в литературе для обозначения интервалов времени, в которых осуществляется доступ к каналу. В избежание двусмысленного толкования рекомендуется использовать вместо термина слот другой термин, например, интервал рассылки или период рассылки. С замечанием согласен. На странице 42 диссертации формула для вероятности события, заключающегося в том, что на узле A добавлено N информационных элементов, призаданных R и D, представлена в виде единой кусочно заданной функции, что усложняет ее понимание. Рекомендуется рассмотреть отдельные случаи зависимости от R и D. С замечанием согласен, при получении численных результатов использовалась формула в упрощенном виде. В главах 2 и 3 при построении математических моделей используется допущение о том, что число информационных элементов, добавляемых на узел в единицу времени, имеет полосновское распределение. Следует пояснить, в каких сценариях данное допущение является справедливым. Данное допущение является справедливым в случае, если поступающая информация об изменении различных параметров представляет собой набор достаточно большого числа независимых потоков информации и малой интенсивности, что хорошо приближается по основским распределениям. Рассматриваемым в главе 4 сценариев при исследовании алгоритмов распределения нагрузки предполагается, что придорожные модули располагаются с достаточно высокой плотностью, через каждые 200 метров, что требует значительных капитальных расходов оператора интеллектуальной транспортной системы. Следует привести обоснование такого выбора класс, рассматривая сценарии и их параметры. Во многих исследованиях, например, в представленных на слайде, рассматриваются сети интеллектуальных транспортных систем, в которых радиус зоны покрытия придорожных модулей составляет 100-200 метров. Кроме того, в спецификациях 3GPP, например, в той, которая представлена на слайде, в некоторых сценариях ограничение на расстояние между придорожными модулями составляет 50-100 метров. В диссертационной работе предполагается, что радиус зоны покрытия придорожных модулей составляет порядка 100 метров. Чтобы обеспечить непрерывное покрытие придорожными модулями, в рассматриваемых сценариях придорожные модули расположены через каждые 200 метров. Продолжение следует... По исследованию метода группового рассылки и благодаря хорошей математической постановке Андреем Александровичем были получены первые и значимые научные результаты. Это математические модели и алгоритмы, которые позволяют настраивать методы рассылки, снижая объем рассылки, при этом гарантируя выполнение требований приложений к надежности. Далее это исследование было существенно расширено в рамках аспирантуры. Тогда Андреем были рассмотрены другие методы рассылки, которые в том числе были представлены в докладе диссертанта. И еще одной важной проблемой, которой Андрей уже занялся самостоятельно, это использование концепции мобильных периферийных вычислений, или в англоязычной литературе называется mobile edge computing, для выполнения строгих ограничений на время выполнения вычислительных задач, которые позволяют производить вычисления не на удаленных серверах, а в близко к сети беспроводной, то есть в ядре сети оператора. Соответственно, Андрей Александрович самостоятельно смог освоить эту новую тему, то есть эта тема получила развитие в последние годы, смог обозреть большой объем литературы и найти недостатки существующих работ, смог предложить новый алгоритм, который позволяет существенно снизить расходы оператора, при этом выполнить строгие требования на время выполнения вычислительных задач. И этот результат получил высокую оценку, в том числе был опубликован в международном журнале А3ПЛАксесс, который входит в первую квартиру журналов. На сегодняшний день Андрей Александрович является одним из ведущих сотрудников нашей лаборатории, которые принимают участие как в научных, так и в совместных проектах, выполняемых EP-RUN совместно с индустриальными партнерами. Он является специалистом в различных технологиях беспроводной связи, в том числе в технологиях сотовой связи и беспроводных локальных сетей, а также методах их имитационного моделирования. Отдельно хотел бы отметить, что помимо научно-исследовательской работы Андрей Александрович принимает активное участие в образовательной деятельности на кафедре проблем передачи информации и анализа данных в МФТИ. Он самостоятельно разработал и ведет курс лабораторных работ, целью которых является изучение студентами современных средств имитационного моделирования, в том числе платформы NS3, которая была использована при получении результатов. В целом хотел бы сказать, что работа удовлетворена, работа выполнена самостоятельно и на высоком научном уровне, и считаю, что Андрей Александрович заслуживает присуждения искомой степени. Спасибо. Большое спасибо. Итак, в поступивших отзывах отмечено, что замечания не снижают научную практическую ценность работы и не оставят под сомнение полученные соискателем результаты. Поскольку все поступившие отзывы положительные, а вопросы были оглашены ранее, то с разрешения членов диссертационного совета хотел бы зачитать выводы, отраженные в отзывах. Возражений не имеется. Не имеется, да, пожалуйста. Да, итак, заключение организации, где проводилась апробация. Это Федеральное государственное автономно-образовательное учреждение высшего образования, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет. Значит, заключение за подписью доктора физико-математических наук профессора Ран Соболевского Андрея Николаевича, заведующего кафедрой проблем передачи информации и анализа данных МФТИ. Откреждено корректором по научной работе и программам развития Баганом Виталием Анатольевичем. Итак, диссертация, разработка и исследование методов обеспечения заданного качества обслуживания трафика в сетях интеллектуальных транспортных систем Белогаева Андрея Александровича рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.12.13 системы, сети и устройства телекоммуникаций. Отзыв ведущей организации – это Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской Академии Наук. Подписан кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником лаборатории системного моделирования и оптимизации ИВМ-ИМГ Эссуран Шаховым Владимиром Владимировичем и доктором технических наук, доцентом заведующим лабораторией системного моделирования и оптимизации ИВМ-ИМГ Эссуран Родионовым Алексеем Сергеевичем. Утвержден доктором технических наук, исполняющим обязанности директора ИВМ-ИМГ Эссуран Валерием Викторовичем Ковалевским. Итак, диссертационная работа Белогаева Андрея Александровича «Разработка и исследование методов обеспечения заданного качества обслуживания трафика в сетях интеллектуальных транспортных систем, отвечая требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание степени кандидата наук, а ее автор заслуживает осуждение ученой степени кандидата технических наук по специальности 05-12-13 системы, сети и устройства телекоммуникации». Теперь, наверное, можно было бы задать вопросы, которые могли появиться в ходе, так сказать, выступления. Уважаемые коллеги, есть еще вопросы к соискателю? Ну, в принципе, вопросов было уже достаточно много, он вполне исчерпывающе ответил. Тогда у нас следующий этап – дискуссия. Пожалуйста, кто из членов Совета хотел бы высказаться о заслушанной работе? Значит, ну, хорошо, давайте я пару слов скажу сначала. Ну, работа мне очень понравилась, ну, уровень работы очень понравился. В принципе, не могу сказать, что вот в Советах, которые я последние пару лет веду, там были бы какие-то слабые работы, но все работы достаточно сильные. Но вот это одна из, на мой взгляд, таких наиболее сильных, не сказали бы, что самая выдающаяся, но одна из наиболее сильных, в общем, посвящена весьма и весьма актуальным вопросам, которые в настоящее время активно исследоваются. И результат, главное, что результаты эти будут реально востребованы, если сейчас еще даже не применяются. Вот. И, собственно, по уровню проведенной работы, постановки задачи, подходов к ее решению, мне кажется, что, значит, соискатель вполне, вполне достоин искомой ученой степени. Вот. Итак, есть еще желающие выступить? Члены диссертационного совета? Может, кто-то из гостей хочет высказаться? Ну, хорошо. Значит, все. Тогда заключительное слово соискателя. Да. Я хотел бы сказать большое спасибо своему, в первую очередь, научному руководителю, который взял меня студентом и который ничего не знал о научной работе и рассказал мне, и как устроена научная деятельность, и провел меня через все этапы, готовил ко всем выступлениям, настраивал. Вот. За это большое ему спасибо, потому что, ну, проходить все эти этапы без хорошего научного руководства практически нереально, особенно если ты планируешь опубликоваться в каких-то ведущих журналах. В общем, это было просто непредставимо, а теперь это оказалось возможным. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить всю команду лаборатории, которая стала как вторая семья. Как вот озвучил научный руководитель, у нас есть много каких-то совместных проектов, и мы работаем действительно в них как команда, и все друг друга поддерживаем, можем друг к другу обращаться за советами. И это стало очень хорошей атмосферой, которая благотворствует плодотворным результатом. А в-третьих, я хотел бы поблагодарить свою маму, любимую девушку и вообще всех друзей, которые меня поддерживали и которые вот настраивали меня на успешные результаты, на хорошую защиту сегодня. Вот. Всем спасибо. И спасибо членам совета, которые дали ценные комментарии, потому что исследование не останавливается, оно будет расширено. И, используя эти комментарии, можно двигаться вперед и придумывать новые постановки для улучшения текущего исследования. Спасибо. У нас… Сейчас мы дадим сюда. Да, подождем. Евгений, 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 Евгений. Так, все. Значит, все на месте. Переходим к следующему этапу. Нам надо избрать счетную комиссию для проведения голосования. Один член комиссии должен присутствовать очно, два могут присутствовать заочно. Я предлагаю избрать счетную комиссию в составе следующего. Я, так как я присутствую очно, и я бы предложил включить счетную комиссию Сергея Николаевича Степанова и Евгения Андреевича Кучерявого. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Так. Евгений Андреевич, вашу руку не видно. Евгений Андреевич, ваше отношение непонятно. Вы за или против? Евгений Андреевич. Он, видимо, занят другим разговором. Да, мне тоже надо было... Ну, проголосовать. Вы согласны с таким составом? Да, я полностью согласен. Спасибо. Ну, все, тогда приступаем к работе. Так. Сергей, пожалуйста, как будет у нас там? Порядок? Да. Так, все на месте. Тогда, значит, зачитываю протокол работы счетной комиссии диссертационного совета ФРКТ 05-12-13-008. Диссертация на тему разработка и исследования методов обеспечения заданного качества обслуживания, обслуживания трафика в сетях интеллектуальных транспортных систем. Научная специальность 05-12-13. Система сети и устройства телекоммуникаций. Значит, искомая ученая степень. Кандидат технических наук. Дата заседания 21 декабря 2020 года. Состав комиссии. Дворкович Александр Викторович, Степанов Сергей Николаевич, Кучерявый Евгений Андреевич. Результаты работы комиссии. Процедура голосования была проведена в строгом соответствии с требованиями положения о присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в МФТИ. Общее количество бюллетеней 6 штук. Из них роздано 6, в том числе бюллетеней удаленного участника заседания 5. Не роздано 0. Результаты голосования членов диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени. За 6 голосов, против нет, воздержавшихся нет. Недействительных бюллетеней нет. Подписи председателя и членов счетной комиссии. Значит, подписи членов счетной комиссии, которые присутствовали удаленно, мы соберем в том числе. Значит, голосуем. Кто за то, чтобы утвердить протокол работы счетной комиссии? Голосуем. Все за. Так, дальше у нас осталось проект заключения. Значит, проект заключения был разослан всем членам диссертационного совета. Есть ли какие-то замечания, которые прямо сейчас будут высказаны по проекту заключения? Замещаний нет. Ну, если нет, тогда я предлагаю, в любом случае, принять предложенный проект за основу. И если будут какие-то еще предложения, то можно сегодня по электронной почте отправить. Мы тогда подкорректируем. Ну, в целом, тогда голосуем. Кто за то, чтобы принять этот проект за основу? Так, тоже все за. Все, тогда, значит, на этом надо протокол, зачитать постановление. Продолжение следует.